Ее читали, потому что там очень интересные факты из жизни и Марины, и Валентина Дмитриевича. И еще один момент. Вы, наверное, все знаете, мультфильм смотрели про домовенка Кузио. Да. А вот сценарий к этому мультфильму написал Валентин Дмитриевич. Поэтому тоже ему огромное спасибо за то, что он подарил нам вот такого мультипликационного персонажа. Вот саму сказку сочинила его жена Татьяна Александрова, а он, она не успела написать сценарий, а сценарий вот именно он и написал. Так что большое вам спасибо, ребята, за то, что вы знаете творчество Валентина Дмитриевича. Считайте больше и будете большой молодцей. Аплодисменты. А мы предоставляем слово руководителю музея Берестов и его окружения, город Москва, Чурсиной Ольге Сергеевне. Аплодисменты. Так, я хочу прочитать стихи Валентина Дмитриевича «На родине великого человека». Автор сак, теоремли, поэмли. «Рад я видеть селенье твое, Можно так полюбить свою землю, Что все земли полюбят ее». Надо сказать, что в нашем музее, когда мы проводим экскурсии, мы рассказываем про биографию Валентина Дмитриевича, и начинаем всегда с места, где он родился, с Мещовска, с его семьи. На самом деле, ну я думаю, что вы здесь тоже изучаете, да, внимательно его творчество. И знаете, что во многих стихах возникает этот город, то есть его трепетное такое отношение к тому месту, где он родился. Природа, которая здесь его окружала, она тоже его вдохновляла. И это, на самом деле, очень важно. Вы действительно живете на родине великого человека. И, как вы видите, все подвластно, да. Главное усердие, верить в какое-то свое предназначение, потому что в самом раннем возрасте он понял, что он поэт. И этому следовал, да, несмотря на то, что, может быть, появлялись какие-то другие интересы, и археология, и истории, все равно поэзия брала вверх. Его произведения переводили на множество языков. И ему пришло международное признание. В Италии, на родине великого оратора Цицерона, есть каменная книга, где высечены стихи Валентина Дмитриевича. Он представляет нашу страну, тех людей, которые говорят на русском языке, в этом памятнике. То есть вы видите, насколько действительно необычным образом может сложиться жизнь человека. И я вам тоже желаю, чтобы ваша жизнь складывалась интересно, чтобы вы нашли свое призвание и следовали своему предназначению. Ну и от себя хотел бы, конечно, пригласить вас в наш музей на экскурсию с друзьями, с родными. Вот, ждем вас. Ну и на самом деле современные технологии раздвигают границы, позволяют вам и нам контактировать. Вот, мы готовим разные уже и аудио, и видео, ну скажем, презентации, которые дают нам и вам возможность узнать о нас больше, ну и нам узнать больше о вещевке. Так что давайте наводить мосты. Спасибо. Спасибо большое. Аплодисменты. Заведующая детской библиотекой имени Перестова, город Москва, Александрова Марина Владимирова. Аплодисменты. Здравствуйте, мещовцы, юные мещовцы. Большой вам привет от читателей детской библиотеки имени Валентина Перестова, которая находится в красивом районе Крылатском, города Москвы. Здравствуйте. Хорошо ли вы знаете стихи Перестова? Давайте посоревнуемся. Вот наши ребята в Крылатском, все знают Валентина Перестова. Он у них номер один. Когда у них спрашивают, каких писателей знаете, они сразу кричат, Берестов. А вы каких знаете? А вы тоже Берестов. Ну давайте посоревнуемся. Я начинаю строчку, а вы продолжайте. Готовы? Не подведите свой родной город. Петушки распетушили. Молодцы. Молодцы. Дружно ударили рыбы об лед. И на реке. Зачет. Не идется и не едется. Потому что она едется. Три ноль. Вашу пользу. За уши зайца несут к барабану. Стать, мальчик, барабанить не станет. Четыре ноль. Как хорошо уметь. Четать. И мальчик. Молодцы. Вот девочка Марина. А вот девочка Марина. Любили тебя. А вот девочка Марина. За то, что ты внук. За то, что ты сын. Молодцы. Можно брать вас в друзья берестовцев. Спасибо. Вы подрастете с этими стихами. Наступит пора юности. И вы будете читать другие стихи берестова. О любви. О любви к своим друзьям. К родине. К родителям. Вместе со стихами будете взрослеть. А подрастете и познакомитесь с еще одной книгой. Называется «Пробудить гениальность». Слышали такую? Нет, не слышали. Все впереди. Я вам завидую. Поздравляю вас с таким большим праздником. 90-летием вашего и нашего писателя берестова. Устали? Да. А мы с ребятами, когда устаем, играем в игру. Поиграем? Да. Игра называется «Футбол». Что нас ждет? Футбол. Чемпионат мира ждет по футболу. Готовьтесь. Если я поднимаю эту руку, вы хлопаете один раз эта сторона. Репетируем. Один раз. Еще раз. Молодцы. Если я поднимаю эту руку. Если я два раза поднимаю, сколько хлопков? Да. Готовы? Да. Итак, левая команда и правая команда. Так, один-ноль. Вашу пользу, потому что здесь ребята хлопают. Собили себе гол. Внимательнее. Один-один. Потому что я подняла правую руку, а здесь хлопнули в ладоши. Ничья. Боевая ничья. Спасибо вам, ребята, что вы знаете поэзию. Приглашаю вас в Крылатское детскую библиотеку Берестова. С праздником! А в заключении нашего праздника нам бы хотелось подвести некоторые итоги. Для вручения благодарственных писем за участие в литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла детства», посвященный 90-летию Валентина Дмитриевича Берестова, на сцену приглашается заведующая детской библиотекой имени Валентина Дмитриевича Берестова Барсукова Светлана Владимировна. Приветствую. Благодарственное письмо вручается Тришкину Тимофею за активное участие в литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла детства». Благодарственным письмом награждается Бахаев Мантелеймон. Благодарственным письмом награждается Ястребов Артемий за активное участие в литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла детства». Благодарственным письмом награждается Ястребов Артемий за активное участие в литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла детства». Руководитель Ромошкина Ольга Атарьевна. Благодарственным письмом награждается Максименкова Дарья за активное участие в литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла детства». Руководитель Ефимова Кристина Владимировна. Благодарственным письмом награждается Лобутенко Иван за активное участие в литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла детства». Руководитель Якушина Надежда Викторовна. Благодарственным письмом награждается Бабьяков Андрей за активное участие в литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла детства». Ну что, ребята, а наш праздник закончился. Мы благодарим вас за то, что сегодня вы были с нами. Большое спасибо. 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 Спасибо.